Здравствуйте, мамы! Психологи говорят, что дети, которых в детстве не любят, становятся взрослыми, которые никого не любят. Не спорьте с родителями, дети, занимайтесь, и вам мама не зря говорит заниматься, а то восторг увеличится, еще сильнее. Все правильно. Мамы, дети, вам не зря говорят, что нужно ежедневно заниматься и по несколько раз в день. Некоторые мамы у меня спрашивают, а сколько раз в день нужно заниматься и сколько длится занятие. Занятие должно длиться ровно столько, сколько может заниматься ваш ребенок. Не более того, если ребенок занимается с удовольствием, то пусть занимается, пусть это занятие длится час, пусть это занятие длится, может, минут 80. Но старайтесь тоже больше за эти пределы не выходить, потому что ребенок может истощиться, у него повышена утомляемость, присыщаемость, поэтому позанимались и оставьте силы на вечер, например. Если ваш ребенок предпочитает, и вы тоже предпочитаете не заниматься, прям вот конкретно только лишь час утром и час вечером, можете распределять задания на протяжении дня. Например, одно упражнение сделали, сразу проснувшись, второе упражнение сделали чуть-чуть попозже, третье упражнение сделали после завтрака, еще и еще и получается на протяжении дня вы какие-то маленькие задания делаете. И вечером тоже надо это. Обязательно, да, обязательно вы должны заниматься каждый день. Я вот наблюдаю то, что у кого-то ребенок научился вставать из кроватки, у кого-то ребенок стал увереннее стоять на четвереньках и приподнимать одну руку и противоположную ногу. Поэтому я замечаю то, что дети становятся ваши увереннее, ваше взаимодействие с ребенком становится увереннее. Ребенок обретает силу, ребенок обретает скоординированность, согласованность и точность движений, и это меня радует. Вот у нас уже прошло, ну приближаемся, да, к двум неделям, и как показывает практика, вот эти две недели, это именно тот рубеж, когда мы начинаем уже видеть плоды своих трудов, и это очень приятно. Это окрыляет, это всех окрыляет, потому что ты все-таки начинаешь понимать, что твой вклад дает результаты. И понимаете, мамы, если вы будете продолжать в том же духе, вот мы сейчас начали работать, все, это было самое трудное начать. И теперь только лишь нужно набраться сил для того, чтобы продолжить. Вот самое сложное было начать. А теперь только волю в кулак, терпение, дисциплина, и просто продолжаем. Что-то добавишь еще? И, друзья, дети, я вам хотела еще сказать, если вы не будете тренироваться, вам придется все равно на ботокс ехать, а мне придется, и глипсование мне еще на всю ногу придется. Это мы поедем с Ангелиной, и по возможности будем все это снимать. У нас предстоит, значит, такой этап, такой маршрут. Вот, сначала будем делать ботулинотерапию. Сегодня какой у нас день? Воскресенье? Угу. В среду мы поедем делать ботулинотерапию. Уколим, значит, диспорт. Потом, через примерно 7-8 дней, мы поедем, сделаем поэтапное гипсование, первый этап. Доленостопного сустава. А потом сделаем аппараты на всю ногу. Если вам интересно, мы будем все это снимать. Так что напишите, если интересно, будем это все снимать. Задавать вопросы врачам, задавать вопросы Ангелине, насколько это все больно, насколько это неприятно, или, может быть, не больно. Поделишься? Угу. Все. Желаем вам хорошего дня. И ставьте на колокольчик. Всем пока.